Когда судьба постучится Пожалуй, начнем с сюжета История сериала рассказывает о ситуациях в жизни парня по имени Скай Кстати, в первой главе его зовут Калин Как мне показал перевод В один из дней спящий на столе Скай просыпается от... сигнализации? Я не знаю, что это И вдруг рядом с ним появляется сущность, которую он ослепляет И убегает в подсобку, где отвечает на неизвестный телефонный звонок И попадает в белое пространство Телефонный парень велит выбрать одну из дверей Наш герой выбирает синюю дверь На что парень на том проводе говорит Удачи всем в прошлом мире После чего Скай оказывается на том же месте, где все и началось Правда, у него появилось какое-то странное чувство В этот раз парень решил не заходить в подсобку, а выбежать из дома Бег довел парня на дороге, на обочине которой стояла машина Упав, Скай замечает путь в лес и своего недруга Заставив сущность потерять себя, он отыкается над своего клона из параллельной вселенной В ходе мелкой битвы Скай 2 Хе-хе-хе Заслуживает себе доверия у Скай 1 После чего освобождает его от того самого странного чувства И объясняет, что же это за тварь Чувство у Скай 1 появилось из-за контакта с существом Кстати о нем Как говорит Скай 2, их общий недруг сошел с ума из-за информации, что он не является оригиналом А является им Скай 1 И теперь он убивает каждого клона Ская, которого считает самозванцем И каждый раз, когда он это делает, он удваивает свою силу Скай 1 же в свою очередь очень важен, так как если его убьет та тварь, то все будет кончено Так как он ключ ко всему После этой информации двоица решает напасть на сущность В ходе недолгой, но эпичной битвы Существо сначала лишается руки А после взрывается полностью Скай 2 уходит обратно в свой мир И на прощание дает Скаю 1 свой телефон На случай чего Скай 1 подмечает, что его новый союзник забыл свой пистолет И уходит в освоясь А в это время отрубленная рука Оживает и уползает по направлению к Скаю И вот вторая глава Начинается с размышлений Ская о ныне прошедшем дне Который был год назад Но под конец мозгового штурма в его комнату заходят двое неизвестных клонов Те предупреждают его, что лучше ему не совершать глупости И риская не сдобровать У того же, когда Скай заметил нож у себя на полке Глаза наливаются помехами, а сам он становится очень агрессивным После того, как он размусолил своих клонов В коридоре оказался Скай 3 Который выпускает ту самую отрубленную руку Рука забегает в комнату, после чего рядом со Скаем появляется телефон Герой сопротивляется, но глюки берут свое Загипнотизированный парень появляется в знакомом нам белом пространстве Телефонный парень извиняется за содеянное И пытается оправдаться, но рука Скай 3 Хватает Скай 1 и уносит свое пространство Спустя монолог красного шредера на минималках Появляется знакомый нам Скай 2 И узнается, что он знаком со Скаем 3 Начинается битва Скай 1 и Скай 2 дерутся с другими клонами После чего и Скай 3 метает свой меч Но Скай 2 удается его схватить, но не разрезать недруга пополам После он при помощи пушки продырявливает Скай 3 Тот же откидывает его в сторону и отрезает себе кисть Из ниоткуда появляется знакомая нам рука Встает за место старый у Скай 3 После чего тот становится во много раз сильнее Скай 3 в одно мгновение появляется позади Скай 2 И продырявливает ему туловище Достав при этом странную белую сферу Скай 2 угрозы пытается остановить недруга Но тот в момент уничтожает артефакт Из-за чего Скай 2 покрывается помехами И замертво падает на землю Голова Скай 3 преображается Вырастает пара врагов А рот превращается во множество длинных острых зубов Тварь попутно убивая своих миньонов Добирается до Скай 1 Который вмиг облащается в синий цвет Силы двух врагов становятся равными Начинается битва, в конце которой Скай 1 Режет пополам до пояса Скай 3 И отделяет туловище и ноги Одним движением руки Одна из частей Скай успевает схватиться за обрыв И раскаивается перед Скайом 1 Тот же разъединяется в себе настоящего из себя синего Скай 3 пытается направить Скай 1 на путь истинный Когда синий Скай уже замахивается мечом Дабы убить половичную тварь И тут выбор уже за зрителя Либо поверить словам Скай 3 Либо дать ему то, что он заслужил Первый выбор ведет к тому, что Скай 1 убивает синюшного А Скай 3 достает сферу С помощью нее создает белую дверь И покрываясь красными помехами исчезает Желаю Скай удачи Тот входит в дверь и падает в пустую комнату Недопонимание царит в его голове Он сознает, что сейчас находится у себя дома Но здесь ничего нет Вдруг Скай начинает глючить и замечать зрителя Кадры меняют свое положение, когда Скай пытается схватить камеру Он находит зрителя и подходит близко к камере Позади него появляется Скай в серой одежде И велит ему прекратить Далее происходит такой диалог А ты еще кто? Некоторые называют меня мастером Но по правде я не более чем его аватар Я уже вижу порчу на твоем лице Следовательно На мое мнение было принято Чего? Я не могу позволить себе существовать Прощай Комната покрывается помехами Скай 1 пропадает А Скай серым берет и выключает камеру Второй выбор ведет к тому, что Синий Скай убивает Скай 3 После Синий просит Скай 1 спасти вселенную И возвращает его в момент, когда все началось Сон, стол и пробуждение от сигнализации Пока что это все, что я могу рассказать о сюжете Теперь мне хотелось бы рассказать, откуда вообще растут ноги Сначала появилось видео Danger.exe В нем показывается, как знакомый нам чубрик Появляется на экране монитора А после убивает оператора О чем он говорит, я конечно не знаю Потому что Яндекс почему-то не захотел переводить видос А в английском я не силен уж, извините Далее идет видео.mp4 Его действие происходит в неизвестном завороженном здании Скай что-то шаманит за компьютером Но вскоре замечает, что он находится на трансляции Скай объясняет, что он пытается избавиться от знакомого нам антагониста Видео накрывается помехами И позади Скай она появляется сущность С каждыми помехами она становится все ближе и ближе И вскоре она нападает на Скай Экран покрывается помехами Скай удается сбежать Далее идет видео A Message from the Darkness В нем Скай показывает нам, что нужно вести себя тихо Большую часть видео перед нами просто стоит Скай Но под конец появляется знакомый нам чубрик После идет тизер первой главе, когда судьба постучится Из интересного там ничего, кроме того, что некоторые кадры немного отличаются Итак, перейдем к сладенькому Then fate comes knocking Choice your own adventure game Сказать честно, это не то самое видео, которое я озвучил Как вы можете заметить в названии Это видео является эдакой такой игрой зрителя Что-то по типу Детройта Говорит человек, который никогда в него не играл Короче, как вы поняли, вся задача зрителей в этом видео Это смотреть его и выбирать, что должен делать герой От этого будет зависеть дальнейшее повествование истории В принципе, подобный концепт был в конце четвертой части второй главы Тогда нужно было выбрать, как же поступить со Скайом 3 И, понятное дело, была на это отсылка во втором эпизоде второй главы Во время монолога Скай 3 Кстати, такие видео, как A Message from the Darkness .mp4, даже .exe присутствовали в первой главе Когда Скай 2 объяснял своему товарищу, что да как происходит К слову, мне бы хотелось еще затронуть тему дверей Откуда они появились и почему именно дверь, я понятия не имею И бесполезной теории составлять не хочу Просто мне захотелось рассказать Что если бы Скай выбрал красную дверь То он бы стал таким же миньоном, как и те же Что и были в схватке в третьей части второй главы Но что же будет ли все открыть ее на дверь? Ну, вы встретите телефонного парня, которым является CG5 Забудьте об этом Сами двери, как я понял, являются словно проводниками судьбы для главного героя Это нам показали как в первой главе, так и в одном из выборов второй главы Сами эти судьбы решают дальнейшую жизнь Ская А может даже чью-то либо еще Также, возможно, по глазам персонажа или по ему самому Можно определить, какую дверь он выбрал Например, Скай 3 имеет у себя красные глаза и красных подчиненных Что может сказать, что он, возможно, выбрал красную дверь Правда, у одного из его миньонов были зеленые глаза и зеленый портал Что дает путь теории о том, что зеленая дверь канон И как раз таки он ее и выбрал Скай 1 же, в свою очередь, выбрал синюю дверь Что можно было увидеть еще в первой главе Также его стенд, или как-то назвать Суперформа Тоже синего цвета Правда, в выборе узнать правду Его глаза приобретают красный цвет Как и его нож Что странно Как мы можем заметить, дверь играет немалую роль в этом сериале Что ж есть в оппинге второй главы Но, боюсь, я не смогу побольше рассказать о них Так как сам могу чего-то не знать Еще в сериале задействуются некие белые сферы А в третьей главе даже была задействована желтая сфера Их природа, и принцип действия, и применения Мне непонятны Как минимум могу предположить, что эти сферы являются жизненно необходимым артефактом для клонов Скай Так как мы уже видели, что с помощью них можно стереть клона Просто разнеся сферу в щепки Почему я сказал именно стереть? Ну, как по мне, именно такое слово больше подходит к этому действию Как мы видели, когда Скай 3 уничтожил сферу Скай 1 То второй покрылся помехами и упал замертво на землю А в заставке следующей серии Лису Скай 2 было закрыто за помехами Словно его не существует Словно он был стерт Также мы видели, что эти сферы могут создавать двери И похоже, в зависимости от цвета сферы, такой же цвет будет у двери Ах, да Эти сферы, помимо того, что они могут стирать людей Так еще и, видимо, могут... Так, с двумя пунктами мы разобрались Остался последний Что происходит с проектом сейчас? Ну, можно сказать, что сериал в данный момент цветет и пахнет Вышла первая часть этой главы Но до нее выходили еще видеоматериалы, которые обязательно озвучу Надеюсь А что в них творится, я рассказывать не буду Так как не хочу спойлерить Уж такой я человек Извиняйте Ну, а пока на этом все Надеюсь, вы поняли хоть что-то из того бреда, который я сейчас наговорил Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Оставьте колокольчик, оставляйте комментарии И разрешите данное видео всем своим друзьям в соцсетях А с вами был я, Соня Змай Всем удачи Скоро всему придет конец Оригинал Субтитры сделал DimaTorzok